Любимые мои, я вас всех очень-очень рада приветствовать на нашем канале. Сегодня у нас с вами что? Как всегда, у нас с вами сегодня про погоду, чем я занимаюсь, мое новое увлечение. Естественно, картинки покажу, какие я нашла. Теперь у меня в приоритете скажу, что мне нужно обязательно связать. Это мне нужно. И кто недавно на канале, все знают, что канал не попетельное вязание, канал развлекательный. Я здесь показываю, что я связала, примерно рассказываю, как я это сделала. Вот такой вот здесь канал. Я очень часто здесь ошибаюсь, перескакиваю с темы на тему. Ну, в общем, канал такой, если кто-то хочет чему-то здесь научиться, то нет, просто показываю, чем я занимаюсь. Вот такой вот здесь канал. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы, конечно, с вязания. Видите, я так подальше отошла, да? Все эту кофточку уже видели. Я ее как бы вязала давно, вязала ее по картинке. Почему вам сегодня я ее показываю, эту кофточку? Потому что я утром, как всегда, встала, думаю, что ж мне надеть. Надеть, естественно, нечего. Это проблема всех. Все сейчас со мной согласятся, потому что носить, конечно же, нечего нам. Вот. И думаю, почему я ее не ношу? Я забыла совершенно. А потому что она была длинная. Она была длинная. Я отрезала от нее кусок. Эту кофту, когда я вязала, ну или как это называется правильно, я точно не знаю. Свитер, кофта там, ну как-то это называется по-научному. У меня по-простому называется кофта, платье там, вот так называется у меня. Я сильно не задумываюсь, как назвать. Или если не знаю, как назвать, говорю вещь. Нормальная вещь, понятно, что это вещь. Вот. Что мне в этой штуке здесь заинтересовало, когда я ее вязала? Это сам рисунок. Вот я вам сейчас покажу здесь. Кофта вязана из разных ниток. Основа. Это у нас джинс я взяла. Здесь и Белла, и этот, как его, сейчас я вам скажу. Деним Вашетт, вот эта рыжая. Здесь и что еще? И Белла, и Дива. Ну, в общем, чтобы, короче говоря, было у меня вот эта беленькая. Здесь продавалась. Было у меня вот эта черненькая. Всего остального у меня были там кусочки какие-то. Или вот бирюзовый был там, полмотка что-то лежало. Ну, в общем, мне был сам факт вот связать этот рисунок. Про что я вам говорю? Про вот это вот вязание, видите? Вот это мне очень сильно понравилось. И я хотела вот это попробовать вязание. Вот. И вот здесь это, то есть, петля перекручивается. Каждая... Когда меняешь нитку, ты каждую петлю, в общем, перекручиваешь на изнанке эти нитки. Вот что я сейчас сказала, я не знаю. Ну, в общем, кто меня смотрит, если то, понимаете, да? Вот смотрите, да? Видите, оно просвечивает. Это перекручивает. Это как бы вот изнанка. Вот как бы на изнанке вот весь вот этот рисунок смотрится вот так. Но он мне так нравится. Вот. Да? Это жаккард, только перекручивается нитка. Так мы нитку переменяем там через три петли. А это мы нитку... Ну, как бы проводим вот... Вот она вот так вот проходит. Я не знаю, как это объяснить. В общем, не об этом сейчас разговор. А разговор о том, что если вам нечего носить, то вы посмотрите там у себя. Может быть, у вас что-то есть такое, с чего можно. Вот, например, я сегодня отрезала. Так я же вам должна показать, что я сделала. Потому что вы же не поверите. Ну, то есть вы мне как бы верите. Да? Я сама себе как бы иногда верю. Но не всегда. Да. Вот такой вот кусок я отрезала. Сейчас еще покажу на этом куске, из-за чего я еще вязала эту кофту. Почему? Значит, смотрите. Это была вот такая длина. Вот смотрите. Да? И сразу она как-то вот... Ну, как-то смотрится вот... Ну, не очень она смотрится. И вот так бац! Смотрите. Уже прям сразу лучше. Да? И утречка. Я долго не думаю. Если я что-то задумала, я пошла, сделала. И все на этом. Получилось, не получилось. Значит, так и будет. Вот. Я думаю, ну вот время сейчас ее носить. Кстати, про погоду я вам не сказала. Сейчас. Погода. Солнце. Но не палит такая жара. Ну, в общем, очень-очень такая хорошая, приятная погода стоит. Вот. Про другое мы здесь, на этом канале, ни о чем больше не говорим. Мы здесь говорим про погоду, про вязание, кто чем занимается, у кого какие новые идеи. Так. Что еще здесь меня заинтересовало? Вот видите? Вот такие вот. Можно целиком связать такой свитер. Я не знаю, понравится вам. То есть не то, что понравится вам. Как идея полностью можно связать свитер вот такими вот как бы волнами. Здесь недовязанные ряды. Понимаете, да? Вот. Вот я вязала. Здесь недовязанный ряд. Потом пошла дальше вязать. Вот сверху недовязанный ряд. И получается такими как бы, ну, как бы волнами, полосками. Видите? Неоднородными такими. То есть не по прямой полоса пойдет, а где вам надо, там и пойдет полоса. То есть, ну, можно сделать там, допустим, вот так, так, так. Так, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Кто, если... Все этот способ, конечно же, знают. Просто я вам напоминаю, что вот я сама вспомнила и вам это рассказываю. Вот. Так что это я отрезала. И теперь у меня новый свитерок, которым я похожу очень даже с удовольствием. Причем этот свитер такой, что я... Вы же знаете, я очень большая поклонница джинса. Вот. И, ну, на лето, вот на такую погоду незаменимая вещь. Так, идем дальше. Что у меня происходит дальше? Дальше у меня... Помните, что я вяжу себе майку полосатую. Вот. Полосатую майку вяжу. Как я вам сказала, я отрежила этот верх кусок. Отрезала. Просто не стала с ним возиться. А почему еще отрезала? Потому что здесь... Вот, смотрите. Да? То есть я поднимала петли отсюда, отсюда. И здесь я его заканчивала, когда... Ну, заканчивала вязать. В общем, закрыла петля в петлю. Вот с этой стороны петлю цепляла, с этой, с этой, с этой стороны цепляла крючком. Я закончила петля в петлю. И чтобы мне его сейчас распустить, я его развязывала. Ну, в общем, все сделала крепко, на совесть. Вы меня знаете. У меня все как положено. Теперь я его не могла развязать. Может быть... О, развязалась, понимаете? Это вас испугалось. В общем, не стала я голову морочить. Вот я отрезала и дальше продолжила себе вязать. И уже сделала я без всяких заворотов и наворотов. Просто сделала майку. Ну, чтобы... Чтобы просто ее носить. Вот так вот сделала майку. Сейчас покажу, до какой я довязала... До какой я стадии довязала ее. Вот в таком она у меня виде. Вот. Начала я, набрала рукав. Вот, набрала я рукав. Сейчас я... Если там я поднимала, чтобы и с той стороны, и с этой стороны было, то здесь я просто по-простому сейчас закрою это все дело айкордом. И на этом все закончится. Вот. И буду я ее носить. Обычная майка без всяких... Без премудростей. Вот так вот будет. Без премудростей всяких. Вот. И у меня... Я вам обещала показать. У меня старая майка, которую я носила очень много. Ну, прям хорошо. Такая любимая моя была штука. Вот такая вот. Она очень-очень старенькая у меня. Но поносила я ее хорошо. Это майка из бегонии. Она уже, конечно, так и подлиняла немножко. Но хочу я вам сказать, что, может быть, она чуть-чуть-чуть подлиняла. Но бегония вещь хорошая. Очень сильно она перекашивается. Это я ее вот так вот погладила. Пригладила вот так вот здесь. Эти, чтобы она не переворачивалась, чтобы вам показать. Вот. Здесь вот такой у меня жаккард. Кто, если... Это очень хорошо смотрится. Ну, вот этот розовый надо было, конечно, по... Он был поярче. Ну, немножко был поярче. Вот. Вот такой вот у меня спереди этот. Но тогда я еще не умела как бы вязать эти жаккарды. И здесь была... Ну, такая полоска некрасивая. И мне пришлось вот так вот закрыть шнурочком это все дело. Вот такая вот у меня майка. И здесь я ее не сильно, видите, тогда еще заделывала просто завязанные узелочки. С изнанки этот жаккард смотрелся вот так вот. То есть, в общем-то, вот если бы я сейчас делала этот жаккард, я бы его сделала вот на изнаночную сторону. Вот чтобы эта штучка была вот так вот смотрелась, да? Это суть, опять же, вот этого рисунка. Сама запуталась, вас запутала. Ну, в общем-то, здесь такая цель поставлена. Шучу. Шучу, девочки. Вот так, майку показала. Это показала я вам. Что у меня происходит, показала. Что я дальше буду делать? Написала мне Ирина. Вот прям последний комментарий. Белые сапожки понравились. Давайте, говорит, свяжем их. Ну что, я попробую, попробую. Не говорю, что получится. Я попробую связать кусочек и попробую приставить его на подошву. Не обещаю ничего, но интересное дело. Посмотрим. Итак, дальше у меня, я вам показывала, сарафан вот этот вот. Все-таки я его буду вязать. И вспомнила я, вязала я один сарафан детский. Я вам, конечно, картинку поставлю сюда. Сейчас, если я ее найду, она у меня в Инстаграме есть. Но почему-то у меня Инстаграм как-то половину... Ну, в общем, вот. Там я вязала ребенку платье в школу. В школу вязала ребенку платье. И оно вот отсюда шло складками. Большими такими бантовыми складками шло. И делала я туда подклад из фатина. Такой, знаете, чтобы оно здесь. И здесь оно такое вот пышненькое было, красивое. И вот я попробую связать здесь вот эти бантовые складки. Посмотрим, что у меня получится. Дело долгое. Параллельно с этим я еще, конечно, буду чем-то заниматься. Да, там. И показывать вам, как обещала, что я сделала. Ну, то есть, я вам вот сейчас показала этот свитерок. Хотя все его видели. Но что-то новенькое. Майку я вяжу. Я вам показала. Так, за это я вам отчиталась. Теперь мы плавно перейдем к картинкам. Картинок много. Картинок у меня платья, кофта и майки. Потому что, оказывается, на лето нужны майки. Да, понимаете, зимой они нам не нужны были. Но летом они нам будут нужны. Свеженьких маечек нет. Вот у меня одна эта. Ну, там у меня, конечно, есть парочку черная с шариками. Там я еще даже, ну, не толком и не смотрела, что у меня есть. Но я так себе планирую, что майки, наверное, 4-5 я себе на лето сделаю. А обязательно свяжу себе футболку. Прямо вот по футболке. Футболку свяжу. Вот. Ну, и там дальше посмотрим. Сейчас посмотрим картинки. И потом расскажу, чем я еще увлеклась. Так, и переходим к картинкам. Правильно? Как обещала. Значит, картинки я какие нашла? Не знаю, показывала я вам эту кофту или не показывала. Вот здесь вот сейчас поставлю картинку. Мне так она нравится. Это просто вообще, ну, прелесть какая-то. Я не знаю, почему она мне нравится. Я не знаю, для чего она вообще нужна. Понимаете, от нее ни тепла, ничего такого не будет. Но она мне нравится. Ну, это вот такая вот сетка. Может быть, и показывала я вам такую эту. Но картинки мы сегодня с вами по-быстрому, потому что видео уже длинное. Да? Вот. А еще я же вам должна показать, чем я развлекаюсь в свободное от вязания время. Так. Нравится? Мне нравится. Идем дальше. Дальше. Девочки. Ну, какое платье? Ну, это же просто фантастика. Тем более, я знаю, что многие уже связали поло, которое я показывала. У меня бежевое и белое я связала себе поло. Так вот, посмотрите, какое шикарное. Будем считать, что это поло, только длинное. Вы же все секреты эти знаете, что у нас платье, это поло, да, или кофта, только длинное. Платье просто шикарное. Мне очень нравится оно. И я его увеличила. Оказывается, оно связано крючком, это платье. Крючком чем хорошо, что не вытягивается, ни попа, ничего не вытягивается, если вязать крючком. Ну, то есть, вытягивается, но очень-очень так слабенько. Вот. В общем, мне это платье очень понравилось. Может быть, может быть, даже, может быть, вот это прямо вот, прямо вот мое. Платье-футболка, так назовем. Так, переходим дальше, девочки. Ну, это же прелесть, правда? Вот эта кофта, или как это назвать? Ирландское кружево. Вот мы как бы не очень его, да, любим за его сложность. И вообще, почему мы не любим такие вещи? Потому что нас тогда слишком видно. Мы боимся, что нас заметят, да? Вот так вот я пойду, да? Ну, заметили, не заметили, там такое дело. А вот в этой кофте обязательно все заметят и обязательно будут одни говорить, вау, как хорошо. И причем, знаете, еще так говорят, что, ой, ты сама связала. Ой, ну какая ты молодец. И с таким каким-то, понимаете, что как бы этим заниматься неприлично. Так вот, девочки, я вам хочу сказать, если вы что-то делаете, носите это с удовольствием и с гордостью. И если вы чувствуете, что вам говорят, ну, как-то не таким тоном, да, то не обращайте на это внимания. Значит, человек не умеет, значит, человек не умеет оценить индивидуальность. Сам он никогда так не выйдет. И уж тем более он себе никогда ничего не свяжет. Это мы с вами люди смелые, понимаете, и мы себе можем позволить ходить так, как мы хотим. Мы хотим украсить этот мир правильно. Для этого мы и учимся чему-то. Для этого мы с вами изобретаем. Мы с вами люди творческие. И я так думаю, что если еще кто-то от нас будет перенимать это, то чем нас больше, тем лучше. Вот этого я вам хотела, про это я вам хотела сказать. Так что кофта очень интересная, очень-очень интересная. Так, ну и идем дальше. У меня тут все записано, как бы все эти, в общем, девочки, ну посмотрите, какая прелесть. Просто, очень-очень просто. Но шорты, ну шорты, это же класс. И теперь мы плавно будем переходить к моему новому увлечению цветочками. Да, вы же все знаете, что у меня в этом году, на меня напало, в общем, что-нибудь поделать около дома, там что-нибудь такое. Вот. В общем, мне теперь жизненно необходимы майки, такие, которых можно, ну, что-то делать на, ну, как это сказать, на огороде. Ну, я даже не хочу называть это огородом, потому что там будут цветочки, там будет у меня, ну, вот такая, вот такая вот полосочка, там чего, ну, петрушку, потому что мне дали, да, посадить. Вот. Но не больше. Это будет у меня клумба. И клумба у меня еще будет с разными такими растениями, как сказать, ну, полезными. Знаете, там, эхинацея всякая. В общем, я об этом начиталась, я теперь знаю все. Ну, конечно же, понимаете. Вот. Ну, мне надо, я это все узнаю, мне интересно. Так вот, мне ж теперь нужно и шорты, и маяк много, чтобы, знаете, здесь завязывалось, да, я ж не могу в купальнике там лазить. Ну, конечно, я могу в купальнике там лазить. Вот. Но. Теперь мне нужна открытая спина, чтобы была. Вот, открытая спина, чтобы была, и, ну, чтобы я там могла, как бы, загорать, да. Ну, одно к другому правильно, чтобы совместить это все дело. Вот. В прошлом году я себе связала купальник. Кстати, тоже можно его, как бы, носить. Ну, разговор идет о, вот, майке-майками, но шорты очень даже можно. Я никогда не, ну, как сказать, я шорты понимаю, что можно связать. Ну, чтобы они как-то смотрелись так, знаете, нормально. Ну, вот эти вот мне очень нравятся. Простые, обычные шорты можно спокойно связать и в таких ходить. По-моему, связано это все дело... Нет, лицевой где-то спица двойка здесь связана это все. И какая-то фасонная нитка с такими, с утолщениями. Ну, в общем, комплект классный. Если его связать с такой вот простой майкой, то вообще будет классный комплект. Ну, можно и со всякими там узорчиками связать. Ну, я вам здесь рассказываю, как идею. Вот. Так, это я вам сказала. Теперь, значит, что у нас майка вот с этим вот рисунком. Ну, по-быстрому уже, как идея. Хорошая. Можно тоже связать такую майку. Здесь она у нас что? Она у нас связана спицами. Да. Вот этот угол все знают, как вязать. Да. И дальше что у нас? Так. И дальше вот про то, что я говорила. Чтоб завязывалось здесь. А как она здесь завязывается? Здесь нет. Вот обратите внимание на нижнюю вот эту фотографию. Здесь у нее идет лямка. Лямка аж вот сюда идет. Ну, в общем, хорошая очень задумка. Мне нравится. Вот такая вот. И вот такая тоже интересная. Здесь она, конечно, вот сам вот этот вот перехлест. Я уже в прошлом видео показывала вам сарафан с таким перехлестом. Вот. Но, по-моему, даже и сарафан можно связать. И вот то, что я говорю про где цветочки, я буду вот это вот делать. По-моему, вместо купальника вот такая вот верх такой с шортами очень даже будет прилично смотреться. Вот. Ну, на улицу, конечно, нет. Ну, если здесь довязать кусочек, то, в общем-то, можно и ходить в ней на улицу. Вот. Вот такие картинки я вам подобрала. Не знаю, что вам понравилось, что вам не понравилось. Но как идея вдруг кому-то это подойдет. Вы знаете, как всегда у меня здесь ходят подружки. Вот. Ну, что же я, девочки, вам хотела пожелать? Значит, начну с себя, потому что у меня организовалось два новых увлечения, чему я очень-очень рада. Значит, одно мое увлечение, вы уже знаете, я вам в прошлом видео говорила, это цветочки. Цветочки у меня теперь, это, ну, прямо вообще, меня, ну, прямо надо мне их посадить, и все. Вот. Хожу в ту сторону, где продают цветы. Я прям захожу очень-очень редко, потому что я бы там купила все, я уже там, ну, хорошо так скупилась. Вот. Но мне же там надо обработать землю, чтобы куда их посадить. То есть одну клумбочку я посадила уже, но дальше же дальше идет. Ну, вы понимаете, да, мы люди увлеченные, увлекающиеся, поэтому нас не остановить вообще ничем. И второе мое увлечение, оказывается, может быть, мне заняться фотографией или съемкой какой-то. Пока я, я вам сейчас здесь поставлю фотографию и поставлю видео, маленький кусочек. Вот. Хорошо. Я побежала, сбегала за телефоном домой. Вот. Думаю, пока сидит вот эта вот прелесть, она просто великолепная. Вы посмотрите, какая красота. Я когда обернулась и увидела эту бабочку, я ее рассматривала, вы себе не представляете сколько. Я ее снимала, и она прям как фотомодель поворачивалась ко мне разными этими... Ну, в общем, вы понимаете, сама природа нам подсказывает, как что делать. Вы посмотрите на эту бабочку. Мы изобретаем, какой цвет к чему подобрать, какой фасон будет, как нам юбку сделать, как нам кофту сделать. Вы посмотрите, здесь есть все цвета, какие нам нужно. Да? Вот, например, задумывали вы связать сарафан себе? Вот прям смотрим на эту бабочку и делаем все точно так же, как у этой бабочки. Бежевый, допустим, сарафанчик с черными полосочками, с вот этими вот красивейшими просто шариками. Ну, это же, ну, я не знаю, ну, это чудо какое-то. Вы посмотрите, снизу эти синие кружочки, и красные, и белые, и черные. Ну, красавица, ну, красавица. А ведь как мало мы замечаем вокруг этой красоты. Мы замечаем и культивируем только плохое, понимаете? Вот мы зацепились за что-то, и мы его перевариваем. А это все бесполезное, это нам все не, это не наше, понимаете? Это нам чуждо. Вот это наше. Мы должны обращать внимание на природу, на детей, и учиться у них. Учиться у них жизни. Например, с ребенком, ну, что-то там ударился, он поплакал и забыл. Все, он больше про это не вспоминает даже. А мы как? Мы же это будем помнить очень-очень долго, и это будем рассказывать. Мы будем рассказывать, как мы болели во всех подробностях, с таблетками, со всеми этими. Нет, ну, что-то там случилось, ну, это и все, и отстранились. Это ушло, это прошлое, это уже не ваше. Все, не трогайте это, пусть оно уходит. Переключитесь на что-то хорошее. Что я вам, девочки, хотела пожелать? Я вам хотела пожелать вот что. Обратите на себя внимание. Мы все, абсолютно все талантливые люди. Абсолютно все. Только нам некогда заметить это. Нам некогда. Потому что жизнь у нас, понимаете, мы там новости, тут еще что-то. Мы вот это, мы там живем. Вот в той плохой жизни. Обратите внимание на себя. Посмотрите на себя. Что вы умеете, что вы не умеете, а хотели бы этому научиться. Я вас вот просто призываю. Вот сядьте и подумайте, вот что вам интересно. Возможно, абсолютно все. Вот научиться можно. Всему абсолютно. Той же фотографии можно научиться. Ну, всему я вам хотела пожелать. Открывайте в себе новые таланты. Они у вас всегда были. Просто их нужно у себя открыть. Открывайте в жизни что-то новое. Жизнь – это просто чудесный подарок. Поэтому, как я всегда говорю, живите здесь и сейчас. Живите в мире с собой. Пусть у нас будет над головой мирное небо, мирная жизнь. Жизнь, чтобы мы с вами могли заниматься тем, чем нам нравится. Я вас всех очень люблю. Я вам всем желаю всего самого-самого хорошего. Мира, здоровья, добра и творческих, конечно, успехов. Творческий поиск – это наша жизнь. Всем счастливенько. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok